Доброе время суток. Меня зовут Лена, я алкоголик. Привет, Израиль. Привет, остальные. У нас сейчас 6.30 утра. Спасибо за приглашение. Я не знаю, чья это тема. Это тема наша или это тема ваша? Наверное, звучит очень как Сашина тема. Да. Посмотрим, о чем она и как она будет раскрываться. Смотрите, в декабре 1957 года Билл Уолсон, наш основатель, начал писать серию статей, которые позднее были опубликованы в рубрике, которая называется «Во всех наших делах». Если вы новичок, то я вам подскажу, что «Во всех наших делах» это буквально последние слова наших 12 шагов. То есть 12 шаг – это, с одной стороны, вот это вот обещание, которое нам дано, это духовное пробуждение в результате этих шагов. И завет служения пытались нести эту новость всем алкоголикам. И вот третья часть – это практиковать эти принципы во всех наших делах. И вот начинается в декабре 1957 года Билл протрезвел в декабре 1934 года. То есть у него 23 года трезвости. И он вот начинает писать вот эти вот статьи. И вторая из них, первая статья, она называется «Величай, величайший дар». И это, он говорит там, духовное пробуждение. На самом деле это очень-очень трогательно, очень смиренно вот это вот читать. И вторая – это вот эта статья, которую он назвал «Национальное трезвость, наш новый рубеж». И в какой-то, в последующей литературе, в последующих своих статьях Билл говорил о том, что это наш четвертый завет. И наши первые три завета, для тех, кто новый, да, это вот «12 шагов на нем алкоголиков», которые дают нам выздоровление от алкоголизма. Второй завет – это завет служения. Это завет, это наши 12 традиций, которые определяют наши взаимоотношения между собой в группах и на уровнях структур. И концепции – это служение на уровне наших структур. 12 концепций. Вот «Четвертый фронтир» – это тоже, он говорит про какую-то трезвость, но, наверное, не ту трезвость, которую мы пришли изначально обрести. То есть он делится тем, что, и вот, к счастью, наверное, какое-то количество времени прошло, и мне это, в принципе, было известно до того, как это стало известно Биллу, на 23 года трезвости, после того, как он страдал с серьезнейшими депрессиями на протяжении лет, на самом деле, практически своей жизни. То есть он начал впервые испытывать депрессию, когда он потерял свою возлюбленную еще в возрасте 16-17 лет, и периодически вот это вот, это к нему возвращалось, вот эта вот депрессия. И он не говорит о депрессии в клиническом смысле, да, он говорит о депрессии как о вот этом состоянии, когда мы считаем, что, ну, это на самом деле вот это вот то, с чем мы приходим, анонимные алкоголики, вот это вот ощущение того, что жизнь нас победила, или что-то нас победило, вот это вот собственное бессилие, вот эта вот жертвенность наша, она обладает определенными симптомами. Я это знаю как человек, который лечился от депрессии дважды анонимных алкоголиков, да, во время моего выздоровления. И он начинает наблюдать вот такой очень интересный феномен того, что вот она физическая трезвость, вот он разворот на абсолютно полностью в другом направлении по отношению как бы к ценностям и смыслу жизни, и занятости, и возможность помогать и так далее. И все равно вот это вот сознание алкоголизма, вот это эгоистическое сознание находит какой-то способ уйти, уйти как бы в подполье, да, и как бы незаметно рулить оттуда. Да, и вот он это вот определил изначально, как вот эти вот в 23 года он увидел, что причиной его депрессии является вот эта вот полная зависимость от каких-то вещей, которые мы ему широко предлагали в сообществе, да, от власть, престиж, авторитет, да, вот эти вот все вещи, которые люди нам дают. И это, кстати, это очень хорошо понятно, да, вот что он пишет об этом именно в это время, потому что с точки зрения как бы исторической, да, вот он создал сообщество практически сам, да, то есть иногда ему помогали, иногда ему мешали, да, то есть он был основателем, которого абсолютно все знали, да, то есть он продвинул традиции, против которых было огромное сопротивление, потом большое принятие, потом то же самое произошло с концепциями, потом произошло создание конференции, да, то есть вот это вот, он был на самом деле лицом на немехалкоголиков, хотя были два сооснователя, да, то есть он был самым активным лицом на немехалкоголиков, и мы его поставили на пьедестал, да, и мы начали ему кормить, что Билл, Билл ты лучший, Билл ты особенный, Билл ты и так далее, а он, если почитать историю Билла, понятно, как его эго вот за это ухватилось, да, и он уже был не тот человек, который служил Богу, да, и вот этому сообществу, которое он на своих силах не мог создать, а он уже служит вот этому, вот этому голосу, который говорит, да, ты действительно особенный, да, ты действительно крутой, там, да, ты действительно лучше всех, вот, а когда кто-то его называет дерьмом, да, у него депрессия, вот этот облом происходит, да, вот, то есть вот нашего эго есть вот эта вот тенденция отождествляться с разными вещами, с разными ролями в нашей жизни, да, то есть с нашими обстоятельствами, оно очень изобретательно и очень тонко во всем этом, вот, и вот следующая статья, вот в этой серии статей во всех наших делах, Билл пишет о, она в одиннадцатом шаге, да, она о необходимости углублять духовный, продолжать духовный рост и углублять контакт с Богом, и он тоже говорит о своем собственном, как бы, лицемерии, когда он перечитывает то, что написано в 12 на 12 статье по одиннадцатому шагу и говорит, что, ну, к сожалению, я этих рекомендаций сам лично не принимаю, да, вот, смирительные статьи, удивительно, да, как он с любовью, но и с болью тоже, да, показывает на то, как наше эго имеет тенденцию отождествляться, уходить с подполья, отождествляться с другими вещами, и я это, кстати, узнала, ну, по своему собственному опыту, когда я пришла на немные алкоголики, и я не пришла, потому что мне не нравилось пить, там, или я была готова завязать, или даже, что алкоголь был моей проблемой, да, я пришла, потому что я полностью осознала, что я потеряла контроль, да, в какой-то, в каком-то аспекте моей жизни, который меня убивает, вот, и у меня, то есть это единственное, что меня привело, потому что, как бы, реально меня пробило, что я не могу сама, и я пришла, и своей милостью Бог дал мне вот этот вот духовный опыт, и там через, через потыкание, там, и через каждого у нас у всех свой путь, да, но в какой-то момент вот Бог дал мне вот этот вот невероятный дар от того, что вот у меня пробило моё собственное чувство воли, да, вот то, что вот мне казалось, вот, кем я являюсь, и куда я иду, и что я делаю, да, вот это вот у меня износилось под давлением моих попыток перестать пить, и возник вот этот вот духовный опыт, который дал мне абстиненцию, дал мне сухость, он дал возможность не, это самое, не протягивать руку за рюмкой, не продолжать убивать себя, свое тело, да, то есть вот эта вот, вот эта деструктивность физическая, она была, вот, бум, в один день её забрали, и вот, как бы я вот, и вот она я, да, то есть алкоголь, как бы уже нету возможности, да, как бы заливать ничего алкоголь, вот, а вот рано вот это осталось, да, и у меня вот такой, как бы опыт, я очень приветствую тех людей, которые приходят и сразу слышат нашу, но весть о том, что является выздоровением только алкоголизма, и что духовный компонент это самый важный компонент, да, который должен быть адресован, и мы о нём начинаем читать прямо в самом начале нашей книги, мы начинаем, когда мы доходим до мнения доктора, и там мы видим, ну, первый раз, вот он описывает вот это внутреннее состояние, которое, когда я услышала, я сразу отождествилась моментально, это вот это вот чувство беспокойное____, беспокойство, беспокойное, раздражённое, помогительное, здесь, если все это был дисконтент, беспокойный... Неудовлетворенность... Неспокойный раздражительный неудовлетворённый. И вот это вот, я это испытывала для того, как я подняла рюмку в первый раз. То есть я пила, потому что у меня было вот это вот состояние. И потом, когда я уже вошла в шаги, я уже начала видеть, что это состояние, на самом деле, это результат того, что я находилась в состоянии борьбы с самой собой, с миром на протяжении огромного количества лет. И я была побеждена. Я не доверяю вот этого беспокойства, раздражительности, неудовлетворённость. Я не доверяю этой жизни. Я не доверяю потоку этой жизни. Я не доверяю тому, что со мной происходит. Я не доверяю вот этого недоверия. Я постоянно нахожусь в каком-то состоянии, когда мне нужно продолжать вот эту борьбу. И вот это на самом деле, я вот с этим состоянием, я к этому состоянию вернулась после того, как алкоголь ушёл из моей жизни. То есть я хожу в группах анонимных алкоголиков два года. И вот ходя в группах анонимных алкоголиков, делая все вещи, которые мне рекомендовали в то время. И много служения, в смысле служения в группе, просто в служении. И даже спонсорство. Я пробовала и имела спонсоры и так далее. Но без шагов, я без программы здесь, я без осознания того, чем я на самом деле волею. Вот за эти два года меня как бы Бог привёл ко второй части первого шага. То есть когда я осознала, что моя жизнь неуправляема. Это не как результат того, что принёс алкоголь в мою жизнь. То есть не потому, что я падала нос, разбивала, теряла отношения, работы и так далее. А потому что она совершенно на другом уровне. То есть моя жизнь неуправляемая, потому что я пытаюсь ей управлять. Она не поддаётся моему управлению или чему-либо управлению. То есть я в какой-то момент, вот эти два года сухости в комнате анонимных алкоголиков, меня поставили на колени второй раз. Тема та же, контроль. Да, как бы всё вот это здесь, всё иллюзия контроля. Вообще всё наше выздоровление только об этом. Поставили на колени второй раз с полным осознанием того, что я вообще не знаю, как мне двигаться по жизни, не причиняя страдания себе и людям вокруг меня. Но люди меня мало тогда интересовали, это себе. То есть я любимая, вот те состояния, которые я испытывала в результате того, как я двигалась по жизни, они были для меня неудовлетворительными. Они были, они оставляли меня вот с тем, что Билл называет депрессия. Вот это вот я испытываю депрессию, я чувствую себя поражённым. То есть я постоянно являюсь жертвой этого мира. Мне мир постоянно не даёт то, что я хочу. И вот это вот последнее время мы с Сашей находим себя в позиции, когда мы много про это говорим. Наверное, потому что у меня будет в апреле 21 год трезвости. Да, и 21 год трезвости, и я продолжаю видеть проявление вот этого эгоистического сознания, которое уходит, приобретая значительно более тонкие формы своего действия, в своей попытке забрать на себя внимание. И в результате я опять оказываюсь, опять я вижу, нахожу себя в боли из-за тех ситуаций, которые я пытаюсь контролировать. И вот это вот то, что Билл назвал четвёртым заветом, эмоциональная трезвость. Эмоциональная трезвость – это не балансирование моих эмоций, для того, чтобы они были в балансе. Это никакого рода не управление. Для меня эмоциональная трезвость – это углубление отношения с Богом, с тем, чтобы продолжать брать ответственность за мои эмоции. То есть моя эмоциональная жизнь, мое эмоциональное состояние, мое эмоциональное равновесие – это имеет прямое отношение к глубине моих отношений с Богом. И когда я говорю про глубину, я имею в виду, насколько я реально в своём сердце готова на свободное падение в его руки. Когда ты полностью отпускаешь контроль и какие-то попытки что-то приукрасить, что-то изменить. Когда вот насколько реально Бог дал вот эту вот милость, быть смирённым на вот это вот свободное падение. И вот это уже, вот это уже, вот это четвёртое, для меня это четвёртый завет. Вот этот эмоциональный рост, это углублённый одиннадцатый, это возврат к шагам. Потому что наши шаги, они замечательные, 12 шагов на мимних алкоголиках, они замечательны тем, что, по моему опыту, они меня встречают там, где я есть. Они меня встречают на том уровне, на котором я нахожусь. В нём есть глубина, которую я абсолютно уверена. Сам Билл Уилсон, который писал эту литературу, он не осознавал, когда он писал. Я абсолютно уверена, что это источник вот этой вот мудрости, вот эти вот инструкции, которые на сегодняшний день заимствуют больше двухсот других сообществ. Да, когда эго заходит, идёт в подполье и начинает рулить в каких-то других аспектах нашей жизни. И для кого-то это может быть... Я знаю очень много людей в сообществе, когда проводят там, не знаю, три года, там, пять лет, вот, и они пошли, там, вот, мне нужно теперь, мне нужно теперь к должникам, мне нужно теперь к созависимым, мне нужно теперь к сексуальным зависимостям, мне теперь нужно к романтическим, да, то есть мне нужно, да, огромное, мне нужно к переедающим, это, наверное, первое, которое возникает, да, то есть вот возникает вот это вот осознание того, что болезнь не ушла, она просто трансформировалась, и она использует что-то другое, да, то есть для начала, может быть, еду, а потом вот это вот то, о чем Билл говорит, вот этот адреналин, который приносит разрывающееся эго от своей собственной величины, да, то есть вот оно находит другие способы, куда излиться. И, ну, вот для меня вот как бы вот такого рода вещи, которые происходят, они на самом деле, я не думаю, что это необходимости нового сообщества, хотя, может быть, в каких-то случаях это реально необходимо, может быть, у кого-то вот эта потеря контроля, она больше на чем-то другом, чем на алкоголе, вот. А для меня это о духовном росте и о возврате вот в этот, вот в наш процесс 12 шагов и о том, чтобы продолжать смиряться и продолжать познавать Бога, да, потому что эмоциональная трезвость – это то, чем у нас учат шаги, да, когда мы можем, когда вместо того, чтобы указывать пальцем на других, как источник наших неудач и обид, да, это вот то, что нас вставляет в ощущении беспокойной, раздражительной, неудовлетворенной. Это когда мы встаем на свои ноги, вырастаем, другими словами, становимся взрослыми, большими и берем ответственность за наше состояние, потому что все, что во мне происходит – это моя работа, это результат того, как работает мое эго, и это моя ответственность, да, то есть моя боль – это всегда моя ответственность, мой страх – это всегда моя ответственность, мои чувства стыда и вины – это моя ответственность, мои обиды, все мои обиды – это моя ответственность, да, вот это вот для меня, вот эта эмоциональная трезвость, это то, это Четвертый Завет, это то, что нам дает вот этот вот, это о чем говорил Билл, это о том, с чем я полностью отождествляюсь на разных этапах моего конкурсия. Вот. И вот мы, наверное, будем об этом говорить с Сашей. Извините, мы сейчас... Я, наверное, просто буду говорить о своем опыте сегодня, потому что здорово можно говорить об опыте 20-летней давности или 18-летней давности. Вот как бы я о моем опыте сегодня, я в какой-то момент, в конце прошлого года, я нашла себя в эмоциональной боли, связанной с тем, что мне показалось, что мне не хватает. ничего. Мне показалось, что материально мне Бог не дает столько, сколько я заслужила. Мне показалось, что у меня нету материальной стабильности, при которой я могу расслабиться. То есть у меня вот это вот пошло внутри меня, вот это вот движение, которое очень часто начинается с ощущения того, что мне что-то надо, мне чего-то не хватает. Вот это вот такой, наверное, первый такой отрыв от от смиренного, да, состояние, которое Бог тоже дает. И, кстати, ни одно, ни другое не является ни моей заслугой, ни моей виной. Да, то есть вот это вот, как бы это одна из вещей, которые вот на сегодняшний день я, вот я абсолютно вот в это верю, и я хочу как-то, может быть, тоже это донести, что вот то, что я знаю на сегодняшний день, вот то, что Билл пишет, что духовное пробуждение – это самый величайший дар, который может быть дан человеку в их жизни, да, и я вот настолько с такой четкостью вижу, что вот в этом даре нет ничего, никакого моего вложения, да. То есть все мое вложение, оно было исключительно на саморазрушение. И саморазрушение такое сильное, и такое постоянное, да, и такое сфокусированное, да, что вот это вот разрушительное движение, оно пробило мою собственную веру в себя саму, да, вот в мою способность что-то осуществить. Вот это вот, с этой точки зрения, для меня самый глубочайший, самый большой дар в моей жизни – это алкоголизм. Да, это вот именно вот то, что у меня, я уверена, генетически, по отцовской линии там все умерли, вымерли от этого. Вот, и мне кажется, что это самый большой дар, потому что если бы не вот этот вот дар, не было бы и милости, да, если бы не было этой боли, не было бы милости, пробуждения. И я на сегодняшний день как бы вот все, что происходит вот в моей жизни, да, то есть я всегда думала, что смысл жизни – это, ну, там, с какими-то сложностями, но в принципе мне получать то, что я хочу, да, то есть я знаю, что там жизнь дает сложности, и как-то я там найду способ не смотреть или обойти, или даже пройти через какое-то препятствие. Но все равно как бы смысл жизни был о том, чтобы мне было хорошо, да, и у меня было всегда какое-то определение того, как это хорошо, и как это чувствуется, и как оно выражается там в каких-то материальных благах вокруг меня, там, и людях вокруг меня, и так далее. То есть вот всегда вот это вот была своя идея. Мне как бы вот реально, я шла по жизни, мне казалось, что жизнь об этом. Вот, и когда вот произошел духовный опыт, и когда произошел более глубокий духовный опыт, и более духовные какие-то пошли серии поворотов на более глубокий духовный опыт, и совершенно понятно стало, что жизнь вообще не об этом. Да, то есть вообще вот жизнь не об этом, жизнь именно о пробуждении, глубины пробуждения. Да, что абсолютно все, вот без исключения, вот начиная с завязывания шнурка и до каких-то катаклизмов, которые со мной происходят в конкретный день, они все, возможность для меня освободиться от чего-то, где я внутри не свободна. И вот это вот, просто я помню, какой-то у меня был такой, ну, может быть, не день, момент, ну, вот какой-то вот период времени, когда вот это загрузилось и созрело, и у меня прям вот просто голову снесло вообще от глубины этого, потому что я, у меня нет возможности это видеть как-то по-другому. Да, то есть есть какой-то, идет процесс пробуждения, при котором Бог меня пробуждает, и все, что я могу здесь сделать, это просто вот кооперировать или препятствовать. И кооперировать или препятствовать тоже от меня не зависит, да. То есть вот идет вот такой вот процесс, процесс очищения. И вот в моей ситуации, да, вот я как бы вот в конце года, 19-го года, как раз с выходом в новую эру коронавируса и всего, что как бы происходит вообще того, как мир перевернулся полностью, да, вот у меня вот возникла идея, которая мне показалась абсолютно правдивой у меня в голове, что мне не хватает, что мне нужно что-то большее к тому, что нужно. Вот, и вот эта вот идея, она у меня как бы, она взяла надо мной вот эту вот такую власть, она меня убедила в своей правоте, я абсолютно точно уверовала в правдивость того, что у меня есть, мне нужно здесь с этим что-то делать, да, и вот я как бы пошла вот, я пошла в какие-то психологические, такие полудуховные, какие-то разные практики, чтобы улучшать вот этот аспект моего жизни. Другими словами, вот мое вот эго отождествия создало проблему, по факту, в финансовом состоянии ничего не изменилось, и тогда, и сейчас, там, как бы не там за годы, да, то есть все нормально, все как бы ничего, не было нехватки, да, то есть мы не голодали, даже близко, да, то есть у нас все хорошо в жизни, да, но вот это вот просто возникла идея, и пошло вот это вот движение на удовлетворение вот этого требования эго, да, вот должно быть больше, должно быть стабильнее. Это вот определение стабильности, оно какое-то другое, чем тебе казалось, там, ты безответственно здесь, вот, и пошло вот это вот движение не в ту боль, которую вызвала эта идея, а пошло движение вот в осуществление какой-то такой мечты, которую создало мое эго. И я честно об этом говорю, это на самом деле, как бы это болезненные вещи очень, вот, и я пошла, и я начала брать какие-то курсы, там, вдруг у меня появилось слово самооценка в моем, в моем словаре, вот, которая, как бы, ну, не имела большого значения для меня до этого, да, и я увидела какие-то вещи, которые, кстати, очень мне тоже помогли какие-то внутренние запреты, как вырастая, там, вот, в Советском Союзе, как это во многом меня определило, и до какой степени это во мне до сих пор существует и живет, да, вот эта вот боязнь, когда ты живешь в стране, в которой тебе все врут, и хотя, чтобы ты врал, вот это вот, абсолютно вот это, оно у меня до сих пор, вот тут вот я его чувствую, да, то есть, вот, чтобы сказать правду, у меня, у меня есть пережим, да, у меня есть вот эти пережимы, они у меня есть в теле, но я пошла вот это вот по пути, как бы, самосовершенствования, и меня вот это, наверное, на протяжении 4-5 месяцев, при том, что этот процесс меня тоже информировал, да, я не хочу его выбросить, я не хочу сказать, что есть какие-то ошибки, да, но вот я пошла по пути, это много раз происходило в моем поздравлении, когда вот просто вот эго вдруг становится одержимой какой-то идеей, что что-то нужно улучшить или что-то нужно получить, но в основном это идет от нехватки чего-то, да, и оно повело меня в каком-то направлении контроля над таким-то аспектом моей жизни, который всегда тупиковый и всегда заканчивается одним и тем же, то есть, это всегда вот это вот просто такое полное ударение головой об стену, вот, потом вот эта вот попытка как-то оттуда выбраться, вот это падение на колени, и оттуда выходит вот эта вот новая надежда, второй шаг, да, то есть, первое падение на колени, это первый шаг, это вот тогда я больше не могу, то есть, я не могу сама, я точно не могу сама, и в данный момент я уже не то, что не могу сама, что Бог, ты, приди и поправь этот аспект моей жизни, который мне кажется несостоятельный, да, а я просто вот в такой боли, я в такой агонии, у меня опять вот это вот на пределе опять прорывается вот это вот мое желание контроля, вот моя иллюзия контроля еще один раз разбивается, да, и происходит вот это вот падение в Бога, вот это падение на колени, первый шаг, Боже, я больше не могу, моя жизнь неуправляема, возникает надежда на, и даже уже не надежда на самом деле, да, потому что вот когда мы уже вот в этой, в четвертом, в четвертом завете, да, то есть, у нас уже есть вера, вера в Бога, то есть, мы можем назвать это вера в Бога, для меня как бы слова вера в Бога, наверное, они, ну, недостаточно адекватные, да, потому что то, что со мной произошло, я не могу это описать словами вера в Бога, я очень боялась вот этого понятия вера в Бога, то есть, это намного больше, то есть, это не вера в Бога, это полная трансформация вообще ценности, это полная трансформация личности, трансформация видения мира и всего, то есть, это намного больше, но уже есть этот опыт, да, и вот на основании вот того опыта, который уже есть, Бог становится объемнее, Бог становится больше, Бог становится безграничнее, то есть есть возможность доверять во что-то, что у меня не укладывается в какие-то концептуальные рамки. И отсюда выходит вот этот вот третий шаг, это желание на это смотреть, желание продвигаться по шагам, использовать эти шаги по-новому. Ну вот сейчас я закончу, потому что я хотела как раз поговорить по поводу четвертой, пятой, шестой, седьмой, именно как эти шаги можно применить не просто вот к такому, скажем, сильно глубокому, глубокой обиде, да, а к каким-то другим вещам, которым у нас есть внутреннее сопротивление. Вот, и опять происходит раз-два-три, да, то есть каждый день на самом деле происходит раз-два-три, но вот в этом конкретном примере, да, которым я сейчас делюсь, это когда эго отождествляется с какой-то целью, начинает на нее идти, опять возвращается от этого вот иллюзия контроля, что я могу это изменить, чтобы сделать себя счастливой, его счастливой его. Вот, и бум, и вот этот процесс, опять еще один угол загоняет себя в угол, вот этот удар в угол он смиряет, происходит падение на колени, да, и вот в этом смиренном состоянии возникает вот это вот желание уверовать глубже, желание получить еще более глубокий опыт. Вот, и в третьем шаге те действия, которые нас к этому приводят, очистительные действия. На самом деле, как бы не только четвертый, это седьмой, это четвертый, девятый, это, наверное, самые очистительные действия, которые мы можем делать по нашей программе. Но вот это вот, опять вот эта вот повторяющаяся природа раз-два-три, да, то есть в первый раз это было, имело отношение к алкоголю, в первый и в последний раз это имело отношение к алкоголю, и потом оказалось, чтобы не иметь никакого отношения к алкоголю, это исключительно контроль. И потом в более мягкой форме, да, то есть вот сейчас вот этот вот последний круг шагов, он меня ставит на колени в другом смысле, не в том смысле, в котором меня поставил алкоголь. То есть тогда просто физически был вопрос выживания. Вот сейчас это, в этом падении намного больше надежды, да, потому что если мы уже прошли через процесс шагов, если мы уже получили опыт или опыты, да, то есть мы знаем, что на каком-то уровне мы знаем, что Бог может быть больше. То есть мы уткнули стену, потому что мы не доверились Богу полностью, то есть наш Бог стал маленький, он где-то в нашем сознании, он где-то сократился, да, он какие-то рамки приобрел. И вот это вот вызывает вот эту вот новую еще вот эту волну, да, на которую нас призывают шаги. И вот я вижу шаги именно как вот эта вот волна, вот жизненная волна, которая сокрушает, да, вот эту вот как бы болью. Но боль в сознании, она совершенно другого типа, да, это когда я стою, когда я пришла на немалкоголики и встала на колени, у меня вообще не было осознания моего положения, потому что у меня полностью было отождествление с каждой мыслью, которая проходила через мою голову. Я не чувствовала свою собственную боль, я была защищена от нее вот этим вот наложением неправды на неправду на неправду. Но когда Бог там дает нам возможность увидеть правду, увидеть истину, и то вот это вот просто, когда мы видим ложь, да, когда мы видим вот это вот ложное движение вот этого сознания алкоголизма, которое повело нас в сторону, это само по себе, вот для меня это мое национальное похмелье, да, то есть я знаю, я начинаю осознавать, что мое эго рулит, когда вот у меня вот это вот есть ощущение, ну, почти похмелье, да, эмоциональное. То есть я знаю, вот у меня есть внутреннее ощущение, мне неудобно, да, вот есть вот этот вот тоже измеритель правды внутри нас, да, который уже начинает зашкаливать. И вот это вот эти болезненные ощущения приводят нас опять и опять вот этот вот процесс 12 шагов, который растет и расширяется, и он абсолютно обладает безграничными возможностями для того, чтобы увидеть вот эти вот игры эго. А, Саша, я тебе передаю. Всем привет, меня зовут Саша, я алкоголик. Символично, Глена мне передала, когда у тебя шквал идет, дождя с океана, все покрылось. Наверное, слышно. Да, спасибо, Леночка, за хорошее начало. Я алкоголик, и у меня 20, почти 27 лет трезвости. Я встал на колени 17 февраля 1994 года в Канаде, в городе Ортава. И попросил о помощи, и помощь пришла. И сейчас, вот пока Леночка говорила, я на самом деле задумался, от чего же я просил о помощи, от чего. Я не был алкоголиком, безусловно, потому что я умирал от алкоголизма, умирал от этого жуткого прицерозного состояния, внутреннего кровотечения. Я пил с 13 лет, до 36, по нарастающей, спрогрессирующей болезни, которая меня убеждала, что она не существует. И эта болезнь говорила мне, что все виноваты вокруг, лишь бы только вот она, моя первая жена, справилась бы, и мои родители, и моя мама. И на самом деле, о чем же я просил, когда на коленях латай в эту зимнюю ночь, в середине своего запоя, на пятый день или что, что я просил, о чем? Я на самом деле уже научился к тому времени вылезать из запоя, без капельниц, как в России, в других странах. Я научился проходить через вот эти жуткие ломки, когда не хочется жить. А на самом деле я просил о помощи у кого-то, вот этот атеист из Советского Союза, мы только недавно приехавшие, просил о помощи, потому что моя жизнь полностью развалилась. Я не хотел больше жить. И многие из нас на самом деле приходят в эту программу, когда уже жить невозможно. Так вот это и есть мое самое главное дно. И вот это может, и как Лена говорила, и в моей жизни многократно возвращалось, когда я должен был становиться на коленях в первом шаге. Потому что в сухом виде, особенно в неизлеченном, не сделавшем, не сделавшем шаги, это состояние еще хуже. Бой в 10 раз или в 100 раз сильнее. Потому что мы лишились того лучшего друга бутылки. Мы лишились той анестезии, которую она временно давала, а некоторым итогом мне 23 года давала анестезии. Ну так вот, мы хотели вообще-то изначально сделать три встречи, в которых мы бы поговорили о всех шагах детально. Каким образом мы излечиваемся духовно. Для меня слово эмоционально и духовно, это интересно, как это синонимно для меня. Потому что к моим эмоциям, если относиться к моему инфантильному состоянию мальчика, не выросшего эмоционально, то, в общем-то, это мало отношений имеет. Потому что, на самом деле, знак равенства есть. И я потом буду готов ответить на вопросы, почему я эти вещи называю синонимами. Потому что, ну да, это глубокая тема. Так вот, первый шаг для меня тогда был попросить о помощи и вдруг осознать, что помощь пришла. Первый шаг, то, что я, во-первых, был абсолютно, вдруг осознал, что это алкоголь вызывает, с одной стороны. А с другой стороны, я вообще не хочу жить. С другой стороны, я не хочу жить и так, как я жил раньше. Я готов был умереть. Я сколько раз в своих запоях я просил о смерти. Опять-таки, я как атеист, непонятно, куда я бросал эти злобные, брыжащие, желчью слова. Потому что меня и желчью рвало, на самом деле, и просто метафорически говоря, я попросил о смерти. И в тот раз, когда я попросил о помощи, я попросил о помощи от этого безумного эмоционального, духовного дна. Когда дальше падать некуда. И наверняка многие, кто здесь присутствует, знают, о чем я и говорю. Особенно, когда мы трезвые. Вот это и есть. Вот это и есть. Когда это дно накатывается намного, становится намного глубже, чем это алкоголическое дно. Поэтому, и второй шаг, в принципе, произошел со мной мгновенно, потому что на мою молитву, а я по образованию ученый, вот, и мне не нужно было там долго таблицу умножения считать, там, 2 умножить на 2 равно 4. Но на мою молитву помоги пришел сосед, сосед, у которого было 2,5 года трезвости, в анонимных алкоголиках, и он притянул руку помощи. И вот вдруг я осознал, что на молитву помоги произошло действие. То я, кстати, поначалу первые годы я думал, что это все ерунда, что это просто какое-то совпадение. Чем дольше я остаюсь в программе, тем больше я понимаю, что совпадений нет. Я намного говорил, что мы не делаем ошибок. Это все уроки, это все опыты. Нет ничего неправильного, нет ничего слишком медленного или слишком быстрого. Нет ничего того, чего я лично делаю. Бог делает. Я принимаю какие-то детские шажочки, а Бог входит через вас, через меня. Он мне дает тогда, когда я готов это принять. Мне понадобились годы, десятилетия в программе, чтобы к этому прийти. Так вот, первый шаг для меня оказался именно вот этим падением на колени. И вдруг одержимость, которая существовала в 23 года, одержимость, то есть явно у меня были все признаки физической тяги, когда я пил. Но когда я не пил в считанные дни между запоями, да, вот эта одержимость выпить, вот это совершенно бессилие перед первой рюмкой, вдруг тоже было убрано. Но более того, я осознал, что что-то присутствует, что-то держало меня сухим 7 месяцев. Я ходил на группы очень редко, я ходил на одну-две группы в неделю. Кстати, это тоже мисконцепция очень великая. Откуда это пришло, я пытался найти 90 собраний, 90 дней. И, по-моему, рекомендации были из реп-центра в 50-е годы, если я не ошибаюсь. На самом деле, никакие 90 собраний, 90 дней меня бы не спасли, потому что, если бы одержимость вернулась, у меня никакой защиты нету перед первой рюмкой, хоть ты убейся. Это как, лучше меня привязать наручниками или посадить в одиночку и только таким образом сохранить мою обстиненцию. На обстиненцию я никогда не выдержу, потому что в любой момент, когда у меня есть доступ к чему угодно, хоть к полосканию горла с алкоголем, я охлебну. Так устроена моя голова. Но вот интересно, что 7 месяцев что-то меня держало до шагов, что-то меня держало, вот это исключительно объяснение, что это Дух Божий держало. Так вот, первый шаг и второй шаг я сделал мгновенно. Но когда в 7 месяцев я оказался в Антарио, в маленьком городке North Bay, в репцентре, у меня там пошел новый духовный опыт. Я тоже об этом не подозревал, но он происходил в форме, скажем, облегчения какого-то. Груз какой-то уходил с моих плеч. То есть я не должен был нести этот груз этой жизни, груз травмы детской, груз насилия, которое надо мной совершили и совершали в детстве. Дух разочарования, груз этих братов и развалившихся браков или бросания, покидания собственного сына, оставления его в Советском Союзе. Вот потихоньку начал уходить, подходя к третьему шагу. То есть я сделал физически первый, второй, третий шаг уже в репцентре. И я почувствовал облегчение. Атеист, стоящий на коленях в келье католической церкви, говоря, ну крещеный в православии, в пьяном виде, безумном, в бишкеке тогда, во фрунзе, просто чтобы еще раз напиться в 30 лет. Вот стоящий на коленях и произносящий молитву от третьего шага. И вдруг чувствующий новое облегчение. Я не придавал, мое эго не позволяло придавать этому особого значения. И я это как-то вычеркивал сразу же. Оправдывал тем, что, может, просто хороший завтрак съел. Или там просто приятно пахнет церкви. Или еще чего-то там. Но к чему я веду? К тому, что спустя почти 27 лет, а в феврале будет 27 лет, и мои трезвости, у меня было очень много глубоких падений, глубоких срывов. То, что мы называем, и Лена говорила, и Билл писал об этом. Это эмоционального дна, эмоциональных срывов, духовных срывов. Когда я начинал идти против течения. Для меня метафора это изумительная. Потому что я сейчас с вами говорю и смотрю в окно, и передо мной безумной красоты Тихий океан. Этот шквал с дождем, с лимнем тропическим омыл нас, прошел над нами. И сейчас восход солнца, и появляются эти изумрудные цвета океана. И эти пальмы, и острова в Калии стоят. Что может быть более прекрасного? И вот представьте меня, да, сегодняшнего Сашу, который такой зубр в программе, который работает неустанно с другими, у которого больше нет другой цели, как самому выздороветь и помогать другим выздоравливать. Я вот сейчас соберусь, повешу трубочку здесь, и пойду бороться с этим океаном. Потому что почему-то мне не нравится вот та волна. Этот океан, как ученый вам скажу, был создан 4 миллиарда лет назад каким-то образом. Ну, есть много теорий. Вот он 4 миллиарда лет здесь существует. И я, как я часто тоже своим ребятам подопечным говорю, вижу вот этих пчелок, у которых были с утра определенные планы собрать вот эту пыльцу, отнести в улей или еще что-то. Ну, каким-то образом ветер дунул, и они вот уже мертвая маленькая пчелка, когда я стою по поясу в океане, она вот флотирует, плавает на поверхности этого океана, которое 4 миллиарда лет существует. И еще будет 4 миллиарда лет существовать. На геологической шкале это вот моя жизнь, как этой пчелки. Это миллисекунды и прошло. И вот я, как царь горы, как король королев, как бог богов, иду сейчас и буду управлять этим океаном. И океан меня спросит, ну и как сами тебе это удастся? Расскажи-ка мне, покажи-ка мне. Так вот Лена говорила про этот первый шаг, и я хочу вам сказать, что если раньше я думал, что буквально несколько лет назад, я думал, что я просыпаюсь все время в 10-м, в 11-м, и сделав свои определенные какие-то ритуалы, я двигаюсь в 12-й шаг и живу в этом. Потом у меня появилась идея, что я просыпаюсь сразу же, как в русской тройке, запряженной 10-й, 11-й, 12-й. И иду сразу же отвечать на звонки и письма своих подопечных, и на собрании протягиваю руку новичкам, и все происходит. Нет, оказывается, вот это интересная мысль. Я просыпаюсь во второй половинке первого шага. Наши жизни стали неуправляемыми. Что же это означает для меня? Это означает, что у меня есть выбор сегодня. Многие могут сказать, ну это какая-то метафора, но это в принципе то же самое. Протянуться в 11-м шаге, в 10-м шаге, и начать с утра, утро с молитвы, и со всем. Но для меня очень важно знать, что у меня сегодня есть выбор. Это и есть вторая половинка первого шага. Управляемая моя жизнь или неуправляемая? Потому что мне очень легко. И я видел, ребята, это не новость для вас. Мы видели людей, срывающихся и в 10 лет. Я видел, у меня есть гавайец здесь, в 27 лет сорвавшийся для меня. Меня просто немножко трясануло, когда я услышал, что оказывается и в 27 лет можно сорваться. Оказывается, это элементарно делается. Все начинается с моего эмоционального дна сегодня. Если представить, что я вот эта пчелка, и что мне выделена там вот такая микроскопическая миллисекунда в геологической шкале в миллиарды лет жизнь, у меня есть только сегодня. Я решаю. У меня есть какое-то время решить. Сейчас спустить ноги, как они говорят, встать с левой ноги или с правой ноги, с правильной ноги или не с правильной ноги. И что же мне предпринять? Пойду-ка я по рулю сегодня. Спасибо, Бог. Я, конечно, очень уважаю то, что твое присутствие в моей жизни в целом. Но пойду-ка я сейчас и что-нибудь скажу, какую-нибудь гадость своей жене. Или хотя бы сарказмом. Или не подниму трубку, когда мне подопечный позвонит. Или еще что-то. Интересно, что мой день, в принципе, будет развиваться, может быть, и не так плохо, как кажется. Но в какой-то момент, к обеду, а может быть, и к вечеру, появится какой-то осадок, знаете, на языке. Вот это послевкусие. Вот это состояние годливое, что что-то не то. Пойти в этот океан и хлопнуть рукой по этой волне изумрудного цвета и сказать, сволочь. Стоит здесь 4 миллиарда лет. Гадкое создание. И потом вдруг вот это, то, что Лена говорила, возникнет мысль. Да и денег-то не хватает. Да и этот ковид, чертов, постоянно боишься. И понимаете, как день начинает? То есть у меня сейчас мурашки бегут по коже только от той мысли, что мой день может начаться без вообще программы. То есть проснувшись во второй половинке первого шага нашей жизни с дальними управляемыми, решив поуправлять, я таким образом отметаю все заветы, все остальные 11 шагов. Я отметаю естественные традиции, я отметаю и принципы служения, и, соответственно, абсолютно игнорирую тот факт, что у меня есть возможность духовно развиваться. И вот интересное событие, да? Да, конечно же, это практика 10-11 шага. Встать на колени, пойти в океан, я часто это делаю, произнести отче наш, произнести любую молитву, молитву третьего шага, молитву седьмого шага, любую молитву, молитву пятого шага, четвертого. И сказать, Господи, я не могу без Тебя. Помоги мне, я бессилен. Помоги мне, войди в мою жизнь, войди, просто поддержи меня, потому что я знаю, что у Тебя есть замечательный план для меня, я знаю, что Ты со мной всегда, но я сомневаюсь иной раз. И в этот момент происходит вот такая вот трансформация, такой кроссроуд, когда мы стоим на перекрестке. Что же делать дальше? Услышать вот этот голос любящий, который всегда со мной, который говорит, сын, я никогда дерьма из Тебя не делал, я сделал Тебя под своему подобию. и то, что Ты себя ругаешь, говоришь, что Ты медленный, что Ты не так быстро выздоравливаешь, или так у Тебя появляются иной раз даже эти мысли, идти со мной или идти куда-то еще, я хотел сказать, против меня, как можно идти против Бога. И вот в этот момент возникает вот эта вот искренняя внутренняя молитва, это и есть третий шаг, Господи, помоги, я не могу, я не могу. Билл написал, я погибну без Тебя, его молитва в истории, я без Тебя и погибну. Не знаю, мы хорошо питаемся, живем в раю, нам вроде всего хватает, но вот это вот остаточное воспоминание вот этой боли, вот этого духовного жуткого состояния падения на самое дно вдруг возвращается. И вот для этого нам нужно эмоциональное выздоровление, вот для этого нам нужно духовное выздоровление. И потом вдруг появляется вот это ощущение, ведь на самом деле в большой книге, которую я читал и перечитывал, и читаю еще раз и еще раз, очень много обозначенных моментов, например, на той же 52-й странице написано, является ли Бог всем или ничем, есть ли Бог или его нет, каков наш выбор. И там постоянно говорится, нам напоминают, что на самом деле наше выздоровление никакого отношения не имеет к алкоголю, поэтому 200 с лишним групп. Наше выздоровление и Большая книга вообще не говорит нам о том, как остановиться пить. Большая книга только говорит о том, каким образом нам приобрести отношения и связь с высшей силой, которая заполнит эту дыру. Вот как интересно. И поэтому я не знаю, успеем ли мы сегодня сказать что-то больше, чем первый, второй, третий шаг и попробуем в следующий раз наверное осветить все. Елен, я тебе передаю трубку и микрофон. У нас еще насколько я вижу 35 минут, у нас еще много времени. Я права, ребята, или у вас часовая группа? Скажите, пожалуйста. Полтора часа, ребята, скажите. Окей, у нас еще много времени. Спасибо, Саша. Спасибо. Прямо по своему тенору, тонору, когда Саша говорит, что мне приходит, мне кажется, что самое важное, что мы можем привнести в этот процесс прохождения по шагам, это если нам это дано, то есть не как притворство, а как молитва скорее, это вот сострадание к этому, к нашему человеческому состоянию, что так работает эта игра, вот так устроена эта система. Да, и эта система на самом деле, она нас, система жизни, да, вот когда вот это происходит, вот этот опыт опять на колени, вот этот опыт смирения, ежедневный опыт смирения или периодический опыт смирения, и если относиться к этому, как я относилась к этому много первых лет своего выздоровления, то есть как к чему-то нежелательному, какой-то ошибке, какой-то проблеме, которую нужно разрешить, то есть она будет как раз давать эго больше возможностей, да, как бы тянуть на себя контроль, да, потому что это только вот супер-эго, вот это и есть такое новое, как бы новый голос, так сказать, который у нас у всех сформируется, да, это тот, который вот вдруг встает рядом с нами и начинает наблюдать качество нашего выздоровления, да, вы, наверное, все с этим знакомы, да, когда вдруг появляется вот такой отцовский, такой правильный, такой, вроде бы хочет хорошего мне, вот этот вот голос, да, который стоит рядом и вот так вот начинает махать плеткой, да, вот когда возникает вот такого рода ситуации, то есть это, наверное, самое деструктивное, что может быть у нас вообще в нашем выздоровлении и в десятом шаге, я не знаю, как у вас это переведено, да, но вот в английский, как на русский это переведено, у нас это переведено, но в английской, в английской версии там как бы очень важно, чтобы вот это вот, то, откуда мы это видим, мы это видим из сострадания, да, мы не видим это глазами эго, которое хочет это исправить, да, мы видим это глазами любви, мы это видим глазами сострадания, мы видим это глазами Бога, да, мы видим это из того сознания, которое может трансформировать, потому что эго не может трансформировать, эго может только создавать больше и больше конфликта, да, это как бы вот очень важно, и вот всякий раз, когда Саша говорит, у него вот это вот, я прямо чувствую, у меня хочется мне руку на сердце положить вот это вот, вот то, откуда исходит видение вот этого нашего человеческого состояния, вот этого движения на засыпание и пробуждение. То есть, когда мы его видим глазами сострадания, то уже вот в этом начинает происходить трансформация. Да, мы ничего с этим не делаем. То есть, как бы Эго очень любит, что мне с этим делать? Вот это у меня есть, что мне с этим делать? Ничего с этим не делаем, отступаем. И Бог делает, если что-то происходит, это все происходит только Божественной силой. И если мы можем найти в себе вот этот ресурс любви и сострадания, чтобы видеть нашу собственную боль в этом и наше проявление нашего Эго в этом, то это уже само по себе имеет трансформирующую силу. Это очень важно, мне кажется. Поэтому, когда мы входим в этот процесс, если мы не входим реально с колен, с момента этого состояния смирения, то, скорее всего, это просто Эго будет работать на улучшение каких-то своих проектов. И это тоже нормально. Это тоже в этой системе есть место для этого. Я много раз проходила через шаги с разными мотивами, когда мое Эго вело до какой-то степени и пыталась получить какие-то свои цели. Это тоже нормально. А по поводу вот, ну, я просто вернусь как бы к моей, к моему такому маленькому этому примеру, ну, вот этого процесса по шагам. Вот я сейчас как бы нахожусь в, там, выхожу из седьмого в восьмое и так далее. Вот. И мне было очень тяжело, да, вот у меня 21 год трезвости будет в апреле. Я проходила по шагам очень много раз. Ну, не очень много, но достаточное количество раз. Я проводила по шагам сотни женщин без преувеличения. То есть я хорошо знаю этот процесс. Я хорошо знаю, что когда мы подходим к четвертому шагу, мне нужно увидеть обиды. Мне нужно увидеть мои обиды, мне нужно увидеть мои страхи, мне нужно увидеть, как мое поведение опричиняет вред другим людям. Да, и там еще есть момент идеала тоже. И вот я прихожу вот в этот процесс, и я вот, ну, совершенно объективно, я не вижу, я смотрю, я не вижу обид. Да, то есть я не вижу в этом обид. Ну, страхи я чувствую, да, как бы страхи, когда есть, когда не хватает денег, да, страх тут есть, но я не вижу обид. И мне вот я начала работать там, ну, немножко почитала в другой литературе, тоже связанность у нас с шагами, да, и вот мое внимание как бы привлекло, вот это вот понятие вот гордыни, да, то есть гордыня – это одна из вещей в третьей колонке инвентаризации обид, там есть вот эти вот семь сфер действия человеческого эго, моего эго, и гордыня – одна из них. И я, в принципе, ну, как-то всегда ее отмечала, я никогда глубоко с ней не работала, я никогда, ну, как бы не особенно даже чувствовала, да, вот как она оперирует в моей жизни, да. И вот в этот раз оно как-то ко мне пришло просто, вот как вот понятие гордыня, и я его взяла, оно срезонировало, да, то есть оно срезонировано, и я начала как бы смотреть, да, вот на свои отношения с другими людьми или с какими-то аспектами моей жизни, вот в контексте именно вот гордыни, да. И для меня вот, ну, как бы я просто увидела вот эту вот тенденцию скрываться за своим каким-то превосходством, да. Я увидела вот это вот качество моего эго, которое вдруг разделяет, которое вдруг создает, которое вот оно как стена возникает для того, чтобы мне не видеть что-то, что причиняет мне боль, да. И вот если мы говорим как бы вопрос с деньгами, с благополучием, да, вот с этим финансовым благополучием, я начала, мы живем в районе, в котором здесь дома, которые мы никогда себе не сможем позволить купить, да, здесь очень дорого, здесь очень много богатых людей, я с ними катаюсь на, там, самом, на коню гавайском месте, да, то есть я как бы, ну, я постоянно вижу богатство вокруг меня, да, вот эти вот. И я вот, когда вот появилась вот эта вот гордыня, то есть когда я начала это наблюдать, я увидела, как оно вот буквально вот встает стеной между, как осуждение, да, оно встает как осуждение между мною и вот этими вот богатыми женщинами, которым, как мне кажется, не нужно работать, с которым там много как бы историй, да, в голове на эту тему. И на самом деле вот эта вот гордыня, вот то, как, когда возникает моя гордыня, она всегда возникает как защитная реакция на какую-то боль, которую я испытываю внутри, да, на что-то, на что я не хочу видеть, на что-то, что я, чему я сопротивляюсь, да, вот это вот я, мы гребем на гавайском каное с этими женщинами, которые разговаривают на какую-то тему, которая, денежная тема, которая для меня болезненна, да, и у меня вот внутри возникает вот эта вот реакция, у меня начинает осуждение того, а что они вообще там болтают, надо все вместе грести, да, то есть вот это вот моя гордыня, мое превосходство, да, оно вот всегда, оно возникает как стена, для того, чтобы я не увидела какую-то боль, которая во мне возникла, да, вот я вот начала с этим видеть, и я начала с этим работать, я начала это видеть везде, да, то есть я начала это видеть в моем отношении с богатыми соседями Ланикая. Я начала это видеть даже с администрацией президента того времени, который делает какие-то вещи, которые, как мне кажется, отражаются на той индустрии, в которой я зарабатываю деньги. И вот у меня нет как такового обида. Я не хожу и не рассказываю себе, какие они плохие. То есть у меня даже это не возникает. Но когда я вижу, когда у меня тут возникает внутреннее защитное осуждение кого-то, то есть это всегда указывает на то, что у меня есть сопротивление чему-то, что происходит в моей жизни или какая-то боль, которая это вызывает. И вот боль, наверное, это в последнее время была все более и более частая тема для меня. То есть мы реально обусловлены нашей культурой. Я уехала из Советского Союза 30 лет назад. Я до такой же степени продукт советской системы, как любой другой человек, который там живет, и который никогда не покидал ее, может быть, в каких-то других формах. Но вот это вот мое неприятие всего Советского, это тоже была вот эта моя гордыня, которая не давала мне увидеть, сколько во мне всего Советского. И так как это не было вот этим вот обидой в той форме, в которой я ее знаю, то есть я подхожу по четвертому шагу, я не знаю, как ее описать, да, то есть как ее записать. Я ни на что не обижаюсь, но я от многого защищаюсь. Да, вот этой вот гордыней своей я от многого защищаюсь. И как бы это мне стало тогда понятным, да, что вот это вот все как бы вот те аспекты... Ну, я, в принципе, как бы часто об этом, наверное, говорила тоже, да, то есть для меня обида на сегодняшний день – это любой способ, который мое эго не принимает то, что есть, да, в любой форме. И вот это как раз как бы это хорошее определение в инвентаризацию обид, да, потому что как бы если мы просто будем смотреть сухо на обиду, то мы можем не найти обиду. Вот, кстати, вот трезвости, постоянной как бы работы в служении. У меня, ну, в принципе, у меня нет обид. Я не ложусь спать, думая о том, как кто-то что-то сделал, чего они не должны были сделать, вот, и так далее. Но как бы нет, Бог освободил, слава Богу, да, есть какие-то там страхи, связанные вот, ну, с тем, что я сейчас говорю, но, в принципе, как бы такого нет. Но вот есть вот это вот неприятие каких-то вещей или нежелание что-то видеть, да, вот это вот нежелание видеть, до какой степени я продукт Советского Союза, нежелание видеть, насколько как бы я поднимаю вот эту вот тему денег, и при этом у меня тема денег, у меня всегда были отношения, как у страуса, который прячет голову в песок, да, то есть я всегда, я хочу разрешение денежной проблемы в моей жизни, и при этом я не хочу смотреть на деньги, я не хочу признаваться, что мне нужны деньги, я не хочу, у меня абсолютное полное, как бы, как идет, так и нормально отношение с деньгами, да, то есть я безответственна в моих отношениях с деньгами, я не делаю вещей, которые мне нужны, то есть я вообще в эту область моей жизни не смотрю, вот у меня вот там деньги, а вот тут моя голова. И так же с какими-то другими вещами. И мне вот в этот процесс, вот в этот раз, мне пришлось, да, на это посмотреть, да, то есть вот эти вот инвентаризации обид, и первая колонка, вторая колонка, и третья колонка, вот эти вот аспекты меня, это все мои системы убеждений, на которых вообще держится мой мир, да, и которые определяют основные мои отношения с областями, всеми областями моей жизни, да, и вот когда я готова, да, как бы немножко отступить от стандартных определений обиды, я очень много увидела, да, то есть я увидела, насколько моя гордыня, это является как бы вот этим вот прикрытием моей в тех убеждений, которые я в себя ношу, то есть моей как бы низкой самооценки, моей неверии, моей невозможностью поверить как бы в себя, как в профессионала, например, да, то есть я до сих пор слышу вот этот вот голос моей мамы, которая всегда говорила, ну, это же они, вот это мы, а это же они, потому что по определению моей мамы, я уже там много лет в категории они, да, но вот это вот, вот это мировоззрение, вот эта вот маленькость, вот эта недостаточность, она все равно со мной живет, это вот моя воля, она все равно здесь есть, и с ней абсолютно ничего невозможно сделать, это вот просто чисто, вот знаете, как программу записали, и вот она есть, и никуда вот с нее не сдвинешься, да, вот это просто вот есть вот, вот оно вот так вот, очень-очень смирительная, да, как бы очень смирительная вещь, и страхи, которые с этим как бы рядом идут, и какие-то внутренние запреты, вот этот процесс шагов дает нам возможность увидеть более глубокую, болевую запрограммированность, с которой, мне кажется, все мы ходим. Я не думаю, что есть люди, которые свободны от этого в какой-то степени. И вот тогда вот этот процесс вот этой анализа той же инвентаризации обид делает возможным не просто посмотреть, что блокирует, какие убеждения, какие убеждения есть, а он также позволяет вот уже начинает раскручивать этот процесс исцеления от этого. То есть вот оно есть, и что с этим можно сделать? То есть ничего с этим нельзя сделать. Как бы Бог это все делает. Но у нас есть шаги шестой и седьмой, шаг пятый, когда мы признаемся в этом другому человеку. И здесь тоже, может быть, для тех из вас, кто не пробовал, может быть, описано три разных возможных опыта. Это опыт признания самому себе, да, это опыт признания Богу, и это опыт признания другому человеку, да. И это тоже разные степени концентрации как бы, да, вот этого, вот этой информации, которые мы можем пережить, да, тоже. Это опыты, которые тоже освобождающие опыты. И потом мы выходим в шестой и седьмой шаг. И здесь вот для меня как бы, то есть, когда я первый раз прошла по шагам, для меня шестой и седьмой шаг были о том, что с этим делать. Как бы, что с этим делать, это всегда вопрос, да, это как бы, ну, что с этим делать. Да, и вот на сегодняшний день я знаю, что что с этим делать, это вопрос моего эго. Да, то есть, как это можно улучшить. То есть, как это можно повернуть и опять повести в эту иллюзорную область контроля над жизнью, как я опять могу это проконтролировать. И вот для меня, знаете, здесь это просто сделать шаг назад. Потому что вот эта готовность шестого шага, это не о том, что это делать. Это не о том, чтобы что-то практиковать. Да, если даны силы быть честными, когда раньше не было возможности честность, есть ощущение того, что я делаю выбор. Но этот выбор тоже от Бога. А если есть выбор быть честным, это тоже от Бога. Так же, как отсутствие выбора быть честным, это тоже от Бога. И на самом деле, ну, все, что происходит в четвертом, это просто мы зачерпываем все большую глубину нашей способности быть честными сами собой по нас самих. То есть это только об этом. И вот в этом происходит вот это вот большее ощущение Бога в нас, который был всегда и уже, да, и в каждый момент. И вот шестой-седьмой для меня это вот то, с чего как бы я начала этот кусок. Это именно о том, кто смотрит, кто приобретает готовность. То есть при каких условиях может появиться готовность быть освобожденными от всей вот этой вот запрограммированности, или от всех вот этих вот способов борьбы с жизнью, или от тех страхов, которые доминируют, или от этих запретов, которые там в нас существуют, да, вот такой вот запрет говорить правду. У меня один из запретов, да, вот это вот наследие той среды, которую мне дал Бог и сказал, что тебе нужно через это пройти. То есть я не считаю, что есть ошибки, или что это за программированность это ошибка, совершенно нет. То есть сила нашего духа и сила духа Бога, это подняться, да, через все вот эти вот ограничения человеческого тела, ума и так далее. То есть вот я так это вижу. И, кстати, вот сейчас вернувшись шестого назад в четвертый, да, то есть мне также очень помогло вот в этот раз, в этот процесс использовать вот эту вот идею идеала, идеальных отношений, да, для того, чтобы прописать идеальные отношения с моей работой, да, потому что у меня как бы все сводилось к моему профессионализму и моему разрешению быть профессионалом внутреннему, да, то есть к этим вещам. И я его прописала практически так же, как я прописала бы сексуальный идеал, да, то есть у меня нет необходимости прописывать сексуальный идеал, потому что я живу с моим сексуальным идеалом. Бог дал, как бы, да, реально, как бы отношения, о которых я не могла мечтать, но по отношению с работой, да, я увидела, что было очень много неосознанности, было много страха, много нежелания что-то принять и увидеть. И мне очень помогла, вот, просто, ну, вот, как бы, основополагающая, как бы, идея здесь была в том, что моя работа – это Божий дар, как я могу его использовать, то есть мои способности – это Божий дар, как я могу их использовать, чтобы ему служить, да, потому что на каком-то таком странном уровне она все равно есть служение в АА, где нет сомнений в том, что это все дано Богом, и это все для Бога. Но вот в каких-то, вот, вот, скажем, там в работе, да, вот у меня, ну, вот, сто колец, сколько у меня есть работы, у меня разного рода конфликты, как бы, с этим внутренне возникают. Вот, и вот, как бы, сейчас вот у меня на основании этого, на этих вопросах с Богом, у меня вообще моя молитва – это в основном вопросы, разговоры, просьбы, вопросы, да, вот. А можно так, а можно не сопротивляться, а как это, если это твой дар мне, а какой мне надлежит быть, да, то есть вот у меня вот так вот идет молитва, и у меня вот из этого вышел, как бы, идеал. Это не то, что я хочу, это то, какие из ресурсов, которые Бог мне дает, я не использую, да, это не о том, чтобы что-то менять где-то, да, там, и это вот именно как больше меня может быть вовлечено в мою работу, если это реально Бог, дар Божий, да, и вот мне это очень, как бы, меня это очень вдохновило, так сказать, да, и опять-таки я не ожидаю там изменений завтра или послезавтра, я знаю, что всегда есть процесс, я знаю, что всегда, когда нам что-то дано видеть, да, вот нам что-то дано видеть, даже что-то, над чем мы абсолютно не имеем никакого контроля, я ничего не могу сделать, я не могу себя перепрограммировать и не иметь страха говорить правду, я не могу себя перепрограммировать и не иметь страха, и доверять себе или доверять людям, да, потому что во мне это уже есть на каком-то уровне, да, у меня всегда вот есть этот сдерживающий фактор того, что жизнь небезопасна, да, что жизни нужно бояться, что жизнь не даст мне ничего хорошего, да, это то, с чем я выросла, оно во мне есть, но есть также и знание Бога, есть вот этот духовный опыт, который был дан мне 20 чем-то лет назад и который продолжает развиваться, в котором продолжаю углубляться, то есть есть и то, и то, да, то есть здесь процесс шагов, он вообще не об избавлении, да, он о том, он о принятии всего, да, вот всего, что мы видим, всех проявлений, которые есть, вот в этом, вот в этом океане, да, любви и признания, которым мы тоже являемся, которому у нас есть доступ, который углубляется по мере того, как у нас есть, появляются какие-то осознанные духовные практики и осознанный духовный путь и отношения с Богом, которые у всех уникальны, да, то есть и разговоры с Богом, вот эта вот связь с Богом, которую наша программа не навязывает ни в какой конкретной форме, включая, скажем, одиннадцатый шаг тоже, да, то есть у нас у всех есть предложение, да, слушать вот тот голос, который у нас становится более и более ощутимым и который нас ведет, да, вот от этой книги к этой практике, к этому мастеру, там, или... А потом назад к большой книге и так далее, да, то есть у нас у всех есть этот голос, которому мы начинаем доверять, да, и вот этот вот процесс, который, вот я, ну, просто одну вещь скажу, которую я в последнее время очень часто наблюдаю, потому что у меня много, как бы, в русскоговорящем сообществе, ну, присутствую и служу в группах и так далее, да, вот я очень слышу вот этот вот голос, вот этот вот, мы больные люди, мы, мы, конечно же, мы больные люди, а как еще может быть, мы же больные люди, то есть у меня кажется, что мы фантастически здоровые люди, мы, у нас процесс есть, который, мы живем осознанно, вообще сколько людей в мире живут осознанно, сколько людей в мире берут ответственность за свои поступки, сколько людей в мире способны на то, чтобы подойти и сказать, я был неправ, кто, сколько людей в мире готовы предложить руку человеку, о котором они не знают, и сказать, что я могу для вас делать, как я могу вам помочь. Сколько людей в мире смотрят, анализируют свои страхи или даже знают о том, что они живут в страхе. То есть у нас фантастический, нам дан процесс. Это невероятный дар Бога. И если мы им пользуемся, мы чрезвычайно здоровы. Просто если мы начинаем ожидать, что есть какая-то окончательная точка, в которой я буду без дефектов характера, я буду без страхов, я буду без обид, я вообще буду без каких-нибудь проявлений моей человечности, то есть тогда только возникает еще одно отождествление вокруг какой-то цели, которую невозможно достичь, и опять эго нас повело в какой-то тупик, в котором мы окажемся в углу, ударимся об стену, упадем на колени, и опять процесс начинается заново. Но он так устроен. То есть нет никакого другого пробуждения, чем через вот эти вот моменты сдачи, вот эти моменты падения на колени, вот эти моменты собственного личного бессилия, эти моменты, когда мы готовы опять сдаться. И чем больше происходит вот таких опытов, тем больше мы этому опыту доверяем. И вот для меня вот это именно так. То есть для меня процесс пробуждения – это серия поворотов. Иногда связанные с шагами, иногда нет. Да, но вот просто Бог приходит вот какими-то вот в те моменты, когда я поставлена на колени и способна быть более честной, чем момент до этого. Да, и вот тогда дается новый опыт, и тогда дается новое направление, и тогда начинают выполняться какие-то новые обещания на каком-то другом уровне. И тогда вот эта вот дилемма, которая у меня была в конце прошлого года, вот это вот, что мне нужно… Ой, уже год прошел, я только что поняла. Мне все кажется, что там несколько месяцев назад год прошел. Да, вот я в этом процессе год, когда вот у меня в прошлом году примерно в это время мне вот моя голова сказала, что пойдем в это направление. И, кстати, я очень благодарна вот этому пути, когда я шла в тупик, да, вот этот путь. Кстати, у меня таких было много, да, психологические пути. То есть они как бы… Я вижу в духовном смысле этот тупик, но он меня проинформировал. То есть он мне дал какую-то информацию, которая мне была очень нужна для того, чтобы закруглить вот этот вот круг, да, для того, чтобы… То есть нет ничего, чем Бог пользуется, чем… Нет ошибок. Нет ничего, что не будет применено и не может быть применено для, как бы, информирования и для того, чтобы давать мне новый материал, видеть. Да, вот для меня шестой и седьмой шаг – это реально просто видеть, видеть динамику. Вот я увидела, прошла через четвертый, сдала этим в пятом. И теперь я продолжаю видеть вот эту вот динамику, я продолжаю видеть, как гордыня защищает меня, пытается защитить меня, да, от какой-то внутренней боли, на которую я не хочу смотреть. Значит, мое внимание… Я обязана, то есть для меня быть эмоционально трезвой – это давать мое внимание, да, давать вот эту вот исцеляющую силу любви и сострадания тому, где болит, да, потому что эго хочет, чтобы я от нее отвернулась и начала критиковать того, кто это вызвал, это чувство, да. То есть, но вот моя ответственность, и вот в этом есть вот эмоциональная трезвость – это когда я готова смотреть на ту боль, которую я испытываю, и не отворачиваться от нее путем, как бы, путем того, чтобы найти виновного, или путем того, чтобы пойти смотреть сериал, или путем того, чтобы кому-то позвонить и там пожаловаться. Хотя, в принципе, в моем круге таких людей, наверное, уже, наверное, и нет, да, но как бы раньше это был большой такой источник, да. Вот сейчас я позвоню, и мы это самое поделимся. Вот. Вот это для меня эмоциональная трезвость. И шестой шаг для меня – это созревание, да, созревание вот этой вот готовности, созревание. Я должна увидеть динамику очень глубоко, потому что эта динамика, которую я увидела, это моя запрограммированность, вот эта моя боль, она имела когда-то какой-то смысл, она что-то защищала, да, то есть она для чего-то была нужна. И пока я не увижу ее полностью, да, пока она для меня еще что-то служит, и я что-то еще защищаю, да, вот эта вот защитительная работа идет, я не буду готова, да, и седьмого шага не будет, но при этом спешки тоже нет, да, потому что очень много материала, который мы должны, который должен загрузиться, и который мы должны увидеть, и увидеть достаточно честно, да, без желания от этого избавиться. Вот в этом процессе, в этом красота этого процесса, да, и это наша работа каждый день. И вот тогда вот выполняется, наверное, вот самый большой замысел нашей жизни, да, который нам дан, это духовное пробуждение в этом теле, в этой голове, да, то есть духовное пробуждение, когда вот все, что мы переживаем, каждый опыт, да, это как зерно на мельницу, да, то есть используется для большего освобождения, а не для того, чтобы ожесточиться, закрыться, обвинить и так далее, то, как мы делали это раньше. То есть мне кажется, что у нас есть фантастический процесс, которым нам нужно гордиться. Мне кажется, что мы очень эмоционально здоровые люди. Мы создали сообщество, которым никто не управляет, в котором существуют миллионы людей, приходят и просто находят полное принятие, самые выброшенные за борт жизни люди, и мы находим для всего этого, мы являемся фоном вот этим, излечивающим для всех вот этих вот людей. Я просто хотела защитить нас, потому что я просто так часто слышу вот это вот моя голова, вот эта вот борьба, которая у всех происходит, вот это моя голова, моя... Мы действительно эмоционально очень здоровые. У нас есть замечательные... Ой, сейчас еще Саше несколько минут осталось. У нас есть замечательные инструменты. Давайте ими пользоваться, и давайте делиться нашим опытом с друг другом, и давайте расти в служении, и давайте это передавать на разных уровнях. Это фантастический процесс. Саша, у тебя 7 минут. Спасибо. Да, переход к четвертому, к пятому, к шестому, седьмому шагам. У меня, на самом деле, я могу очень лаконично привести пример, когда в 11 лет трезвости я уже был на пике своего выздоровления, и для тех, кто уже там за 10 лет могут, наверное, сопоставить, идентифицироваться со мной, когда меня звали спикерить на группах, когда я служил в своей группе, когда я служил в интергруппе, ходил в тюрьмы. Меня звали даже выступать на конференциях. Так их всех волновал и возбуждал мой духовный опыт и пробуждение. И это не мешало мне в 11 лет трезвости упасть на такое глубокое дно, на котором я не был никогда в пьяные годы. Я вдруг решил пожить жизнью и немножко отвлечься от программы, поставив жизнь на первое место и стал принимать поступки, выполнять, которые привели меня в дикую боль. Дыра открылась. Так я вам скажу, что мне вернуться в программу в 11 лет трезвости, я, оказывается, жеанализировал. Я, оказывается, был в миллиметре от срыва. Потому что, как я часто тоже говорю, когда боль сегодняшнего существования, когда дыра сегодняшнего существования, эмоциональная, духовная дыра открывается настолько, и боль превышает мои воспоминания боли, когда я его употреблял, мы идем пить. Вот вам рецепт для срыва. Когда эта боль просто уже настолько кровоточащие, эти края моей этой дыры, в сердце, в душе начинают звать и говорить, дайте мне чем-то запомнить. Это могут быть и отношения, и измены партнера, это может быть все, что хочешь. И главное, что увидеть, опять вернуться в программу, увидеть, что... И не обязательно человек должен сорваться. Я не сорвался на алкоголе, но срыв духовный, эмоциональный был безумный. И боль была безумная. Больше выбора уже не было. Опять возникала мысль, может быть, не стоит жить. И возврат программы был не такой простой. Мой личный опыт показал, что мне понадобилось два года, никому не рекомендую, чтобы написать свою третью, четверку. То есть я в третий раз делал шаги, и мой спонсор спокойно говорил, по Божьему времени напишешь тогда, когда напишешь. Я никогда не ругаю своих подопечных, когда они тянут месяцами с четверки. Я знаю, как им больно, я знаю, как они страдают и страждут, и дыра открывается. Особенно в процессе четвертого шага, когда надо честно взглянуть опять, чего же я-то натворил, очистить свою сторону, удаться, где я был неправ. Ужасно не хочется. И голова, и вот это эго, и духовный недуг будет постоянно убеждать меня в том, что, ну, когда я это сделал, я ужаснулся, я понял, что на самом деле... Хотя Лена говорит, что мы эмоционально здоровы, в целом практикуя все 12 шагов, все наши принципы и традиции и концепции, все наши три завета и четвертый завет, как мы сейчас говорим. Все равно бывают эти чувства совершенно жуткого, жуткого одиночества, когда, господи, а что же делать, что же делать, как я попал в эту дыру. Ну, так вот, сделав это, наконец, за два года этот... На одного человека я написал 90 резонтов, можете себе представить, в чем я жил. Хотя в голове у меня было там четыре. Вот так вот. Поэтому рекомендация однозначно писать, иметь наставника, с кем обсуждать. Не сливаться, а просто делать те конкретные инструкции, выполнять. И я вижу людей даже в этой комнате с ребят, которыми мы этот прошли. И по Божьему времени, по Божьему... Не по моему, не по его методу. Но прошли и сделали изумительную работу перехода из какие они гады в то, какая же моя часть была. Елена очень хорошо все эти детали описала. Пятый шаг очень важный обязательно, потому что тогда возникают вот эти вот последние нечастности, которые можно еще и скрыть даже и в четверке, или в голове они могут вылезти. И тогда ты понимаешь, Господи, так ты же и сам источник своих проблем. Ты сам же себя рулил. Поэтому я сегодня совершенно крамольно говорю, что никто, никакие насильники, убийцы, и Гитлера, и Сталина не попали в ад. Они все просто жили в этом аду, когда они совершали те поступки, которые они совершали, как и мы. Дело в том, что ада там не существует в моей вере. Не существует жаренья на сковородке и вилами там переворачивания чертей, чертями. Я глубоко верю, что ад – это то, что мы совершаем, куда мы оказываемся, куда мы попадаем вот в эту жуткую эмоциональную духовную дыру. Это реально делать абсолютно и в 10, и в 20, и в 30 лет трезвости. И таких примеров куча вокруг нас. И шестой шаг для меня, так же, как Елена говорила, это процесс всей жизни. Так же, как и четвертый, пятый мы можем делать всю жизнь. Это процесс всей жизни, где рано или поздно я снова буду оказываться в ситуации. Например, для меня открытие праведного гнева просто сегодня стоит перед глазами, потому что многие другие дефекты ушли. И опять замечательная тема. Пожалуйста, хочу, чтобы все задумались, мы ли это избавляемся лично от своих дефектов? Мы ли на самом деле очищаем свою сторону улицы? Оказывается, вот мне требуется 26 с лишним лет, чтобы понять, что, оказывается, мало чего, на что я способен. Мне кажется, каждый шаг в нашей программе, и мы будем больше говорить о следующей неделе в это время, в следующую субботу, в это же время, больше с 8 по 12 шаги обсудим, именно в контексте эмоционального выздоровления, духовного выздоровления. Но вопрос остается в силе. Мы ли это, я ли это делаю? Я ли на самом деле освобождаю себя от дефектов характера? Я ли на самом деле очищаю свою сторону улицы? И ответ сегодня приходит нет. Нет. Ответ приходит, что, в принципе, по своему миросозданию мы созданы, были идеальными. Мы на самом деле путем каких-то поступков, путем каких-то решений, мы попали в эту ситуацию, вот этого глубокого эмоционального духовного дна, из которого мы сами своей же головой, своими сумасшедшими идеями выбраться не можем. Так мы позволяем в каждом шаге, еще раз, раз за разом, шаг за шагом, позволяем высшей силе нам понимать, что ничего на самом деле ненормального у нас не было. Да, ничего, да. Да, ничего, как в той песочнице, когда я сижу и насыпал в глаза соседскому ребенку там песка из лопатки. Мой отец стоит любящий за моей спиной и так же умиляется, как если бы я ему там куличик слепил. Нет, ничего. Просто нам надо двигаться дальше, помогать другим. То это единственное сообщение, весть, которую Бог мне дает. Мы на этом, наверное, остановимся, чтобы быть точными по графику. Мы готовы остаться после собрания ответить на вопросы, но организаторам надо уже сворачиваться. Спасибо, ребята, большое. Спасибо, спасибо большое, Элитар, спасибо.